Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Ну что ж, мы продолжаем с вами готовиться к новогодним праздникам, и сегодня я к вам с идеей, которая за последние пару недель буквально всколыхнула инстаграм. Это вот такие милейшие тортики-цифры в виде пряничных человечков. Но согласитесь, что выглядят они просто прелестно, поэтому я тоже, ну никак не смогла пройти мимо этой идеи. И сегодня поделюсь с вами всеми деталями. И начнем мы с приготовления медового теста. Рецептуру я даю на достаточно большую порцию, чуть позже покажу, на сколько тортиков, какого размера и какого веса этой порции будет достаточно. Итак, в сотейнике с толстым дном соединяем 220 грамм сахара, щепотку соли, 130 грамм меда. Мед постарайтесь использовать самый ароматный, который вам удастся найти. Затем добавляем 3 яйца. И все хорошо перемешиваем до однородности с помощью венчика. Затем добавляем 150 грамм сливочного масла. В сотейник отправляем на средний огонь. И при постоянном помешивании доводим массу до кипения. Как только появятся первые пузырьки, сразу снимаем сотейник с огня. Добавляем полторы чайные ложки соды. Активно все перемешиваем. Здесь сода вступает в реакцию с кислотой меда и образуется такая крупная шапка из пены. Масса будет достаточно хорошо увеличиваться в объеме, поэтому берите сотейник побольше, чтобы ничего никуда не убежало. Если этой реакции не происходит, значит есть повод усомниться в качестве меда, либо еще возможно сода старая просроченная. Теперь нужно подождать, пока пена осядет. Масса остынет до комнатной температуры. Чтобы ускорить этот процесс, можно сотейник поставить в чашу, наполненную ледяной водой. И периодически перемешивать. Когда масса остыла до такого едва теплого состояния, можно начинать добавлять муку. Всего нам понадобится 600 грамм муки, возможно чуть больше или чуть меньше. Здесь уже будете ориентироваться на консистенцию теста, которую я вам чуть позже покажу. Муку обязательно заранее просеиваем и добавляем частями. Сначала я замешиваю тесто прямо в сотейнике с помощью лопатки. Потом, когда это уже делать неудобно, перехожу на рабочую поверхность и замешиваю тесто руками. Можно его сразу замесить с помощью планетарного миксера и насадки лопатка. Муку добавляем частями, как я уже сказала ранее, потому что ее может понадобиться чуть меньше. Я ее не всю высыпаю на стол, немножечко оставляю. При необходимости в дальнейшем всегда можно добавить. Выкладываю тесто на рабочую поверхность и продолжу его замешивать руками. Тесто такое слегка теплое, оно очень приятное в работе. Просто невероятно. Уже заряжаешься какой-то праздничной такой атмосферой. И плюс это тесто невероятно ароматное. При желании в тесто можно добавить немного специй, корицы, имбиря, гвоздики, кардамона. Это уже по вашему желанию и получится настоящий пряничный ароматный человечек. Я продолжаю замешивать тесто. При необходимости подсыпая оставшуюся муку, в итоге я использовала все 600 грамм. Значит, на данном этапе вам может показаться, что тесто достаточно липкое. Но имейте в виду, что в холодильнике оно остынет, станет более плотным. Поэтому слишком мукой его не забивайте. Если вы добавили все 600 грамм муки и вам кажется, что тесто еще достаточно липкое, уберите его на некоторое время в холодильник. И после охлаждения вы поймете, что оно нужной консистенции. Вот обратите внимание, оно мягкое, слегка прилипает к рукам. Но в этом ничего страшного нет. Забьете мукой, в итоге потом коржи будут очень сухими. Тесто заворачиваем в пленку, либо кладем в пакет. И убираем в холодильник минимум на час-два. Это тесто прекрасно хранится в холодильнике. Можно приготовить его заранее, даже за пару недель. Поэтому вы можете сразу приготовить большую порцию и постепенно его использовать. Также это тесто можно заморозить. В морозилке оно будет храниться еще намного дольше. Теперь поговорим по поводу трафарета и размера тортика. Я нашла в интернете вот такой трафарет пряничного человечка. И прямо с экрана монитора перерисовала его на лист формата А4. Можете распечатать на принтере. Размер пряничного человечка у меня получился в высоту чуть больше 21 см. А в ширину примерно 16 см. Я ориентировалась на размер коробки, в которой в дальнейшем будет находиться торт. Это коробка на 6 капкейков. То есть такой размер тортика, он еще во время выпечки чуть увеличится и будет прям идеально. Так, ну а мы переходим к приготовлению начинки. Здесь у меня 250 грамм размороженной клубники вместе с жидкостью. В принципе, можете использовать любую ягоду. Добавляю сюда 10 грамм кукурузного крахмала и 25 грамм сахара. Все это хорошо пробиваю погруженным блендером. Кстати, прекрасно сюда подойдут какие-то зимние ягоды. Например, клюква, брусника, с вишней тоже будет хорошо. Но здесь уже ориентируйтесь на свой вкус. Отправляем сотейник на среднем огне. При постоянном помешивании силиконовой лопаткой доводим массу до кипения. И немножко кипятим, буквально 10-15 секунд, чтобы крахмал загустел. Клубничная начинка готова. Перекладываю ее сразу в кондитерский мешок и убираю в холодильник до полного охлаждения. Тесто я приготовила вчера. Оно у меня ночь полежало в холодильнике. Достаточно хорошо охладилось, стало более плотным. И можно продолжать с ним работать. От теста я отрезаю примерно треть. Оставшуюся часть вновь убираю в пакет, либо в пищевую пленку. И отправляю в холодильник. Тесто мы сразу же раскатываем на коврики или на бумаге для выпечки. Прекрасно подходят для выпечки тефлоновые коврики. Сам коврик я слегка мукой припыляю. И тесто. И раскатываю до толщины примерно 4-5 мм. После холодильника тесто достаточно плотное и холодное. Но сейчас оно под скалкой немножко нагреется. И будет раскатываться уже более охотно. Если вы видите, что при раскатке по краям тесто у вас крошится, трескается, то вероятнее всего вы переборщили с мукой. Для того, чтобы все коржи у меня получились одной толщины, я использую вот такие планочки для раскатки теста. Толщина их как раз примерно 4-5 мм. Само тесто я слегка присыпаю мукой, чтобы трафарет не прилипал. Выкладываю трафарет и с помощью острого ножа осторожненько вырезаю нужную форму. Если бы я, конечно, об этом подумала пораньше, можно было бы заказать вырубку нужного размера у 3D кулинара, и тогда процесс шел бы намного быстрее. Итак, все лишнее тесто осторожно убираем. Где нужно, подправляем, чтобы все края были максимально ровненькими, и отправляем выпекаться. Режим верхний с без конвекции, 180 градусов, выпекаем до легкого румянца. Имейте в виду, коржи выпекаются очень быстро, поэтому не пересушивайте, не передерживайте. Все обрезки собираем в шар, повторно раскатываем, и вырезаем следующего пряничного человечка, пока предыдущий выпекается. Итак, первый товарищ готов. Во время выпечки тесто немножко увеличивается и слегка поднимается. Пока тесто горячее, оно очень мягкое, поэтому оставьте его на коврике до полного остывания. Теперь к вопросу о том, насколько тортиков хватит теста по данной рецептуре. В прошлом видео с тортом цифра, почему-то у многих возникли с этим сложности. Безусловно, все будет зависеть от размера и от толщины раскатки. Если брать те размеры, о которых я сказала ранее, из 1 трети теста я уже испекла 3 коржа, 2 трети теста у меня осталось, и из обрезков еще вот такой кусочек. Соответственно, из всей порции теста у вас получится как минимум 3 трехуровневых тортика моего размера, либо 2 трехуровневых тортика размером побольше. Если же делать 2 уровневые тортики всего из 2 коржей, то их получится еще больше. И еще раз хочу обратить ваше внимание на то, чтобы вы не передерживали коржи в духовке, иначе они получатся плотными и сухими после остывания. Один из пряничных человечков, как вы видите, у меня получился чуть более румяным, но тут можно смело сказать, что я абсолютно толерантна в вопросах цвета кожи пряничных человечков. Вот такие они, кстати, получатся с обратной стороны. Даем им полностью остыть, и можно собирать тортики. В качестве крема я буду использовать классический чист на сливочном масле. Можно использовать крем чист на сливках, но сливок должно быть небольшое количество, потому что нам нужен плотный стабильный крем. Итак, 520 грамм сливочного сыра, 180 грамм сливочного масла, 120 грамм сахарной пудры и немного ванили. Обратите внимание, что я не только рецептуру теста даю вам на 3 тортика, но и начинку и крем в том числе. Поэтому, если вам нужно меньше, просто делите это количество на 2 или на 3. Итак, все стандартно. Мягкое сливочное масло взбиваем с сахарной пудрой, добавляем ваниль, добавляем сливочный сыр. Все еще раз хорошо взбиваем, и крем готов. Для того, чтобы он был более удобным, более податливым в работе, его необходимо хорошо вымешать с помощью силиконовой лопатки. Тем самым мы уберем еще вот эту дополнительную пузырчатость, то есть крем станет более гладким. Вымешиваем пару минут. И теперь можно переходить к сборке тортика. Коржи полностью остыли, можно собирать на подложке нужного размера, либо, если не найдется такой подложки, можно сразу на дне коробочки, положив, например, кусочек пергамента. Крем я переложила в контирский мешок с круглой насадкой. Диаметр здесь подойдет небольшой, примерно 10 мм. И отсаживаем крем, стараясь, чтобы все вот эти пимпочки были примерно одного размера. Не забывайте оставлять небольшие пустоты для того, чтобы их заполнить клубничным конфитюром. Осторожно выкладываем второй корж, слегка прижимаем и повторяем все то же самое. Для верхнего слоя постарайтесь не забыть и оставить самый красивый, самый ровненький коржик. Наш тортик практически готов. Отправляем его в холодильник для пропитки, для стабилизации крема, минимум на 4-6 часов, можно на ночь. Что же касается веса данного изделия, покажу вам наглядно. Трехуровневый тортик получается весом примерно 600 грамм. Для декора я растопила немного белого шоколада, просто положила его в контирский мешок и забросила в стакан с кипятком. Очень важно, чтобы в сам мешок не попала вода. Буквально через минуту-две белый шоколад полностью растапливается и с его помощью я нанесла вот такой узор на тортик. Вполне себе не замысловатый, вы можете украсить торт так, как вам нравится. Из баночки с посыпками я еще достала вот такие красные крупные бусины и сделала такие своеобразные пуговицы. В качестве декора можно еще добавить какую-нибудь сахарную тросточку или из обрезков теста испечь что-то в виде таких пряничных печенек, украсить их белковой глазурью. Здесь уже все по вашему желанию. Еще очень частый вопрос, не получаются ли подобные тортики сухими. Смотрите, мой торт поставил в холодильнике чуть меньше 2 часов. Нижний и средний корж уже хорошо пропитались, верхний еще немножко суховат, потому что сверху нет крема. Но часа через 4, через 6 и верхний тоже станет мягким и нежным. Поэтому не переживайте, если не пересушите коржи, тортик получается очень нежным. Надеюсь, что видео кажется для вас полезным. Желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся!